Ксена, ты только что сделала меня самым счастливым парнем на свете. Ну всё, тебе капец, синий! Слушайте, давайте быстрее, там у меня ещё куча дел. Мне надо всех в этом мире в зомби превратить. Хача! Хача! О, поле влюблённости какое-то. Не знаю, что это, но надеюсь, поможет. Ой, Никита, у нас что, свидание в туалете? Чё-то они там притихли. Ну, может быть, у Никиты всё получилось? Давайте посмотрим. Да уж, у Никиты точно всё получилось. Как здорово, что мы теперь вместе. Мы, наконец, нашли друг друга. Мы теперь никогда не расстанемся. Мы будем вместе навсегда. Блин, сейчас придём на место встречи одноклассников. А там вот и твоё лето будет на нас злобно смотреть. Ой, да пошла она знаешь куда. Она меня так достала со своим нытьём. Постоянно мне что-то предъявляло. Всё и было не так. И почему мы раньше не стали встречаться? Потому что кто-то мутил с учителем. Ты не представляешь, как я тебя ревновал. Я же люблю тебя с того самого момента, как ты появилась у нас в классе. Да ты не понимаешь. Я специально замутилась с Егором, чтобы тебя позлить. Невозможно было смотреть, как вы сюсюкаетесь с Летой. Самое смешное, что твой бывший уволился из колледжа после того, как увидел, как мы целуемся в туалете. Ну, мы с тобой, конечно, зажгли. Не знала, что в туалете можно так целоваться. О, а вон ребята стоят. Пойдём поржём с того, как лето будет пыхтеть от злости. Ага, позлим эту дуру. О, а вон наша новая парочка. Хорошо, что Лето это не видит. Она заболела. Никита её недостоин. Они встречались целый год. Он говорил, что никогда её не бросит и ни на кого не променяет. А в итоге он снюхался с этой выскочкой Сашей. Никита хоть и мой друг, но я бы никогда так не поступила. Если бы в букваре была картинка к слову верность, это была бы моя фотография. Так что знай, Ксена, я тебя никогда не брошу. Да мы вообще-то не встречаемся, так что мне пофиг, бросишь ты меня или нет. Ну дай парню шанс. Смотри, как он старается. Он тебе каждый день перед колледжем дарит цветы. А я каждое утро выбрасываю их в мусорку. Да, братик, не повезло тебе с девушкой. Я её всё равно добьюсь. У меня много времени. Подрастись сначала. Малыш, я тебе тысячу раз говорил, что я не малыш и скоро вырасту. Или вообще тебя уменьшу каким-нибудь заклинанием, чтобы ты была со мной одного роста. Привет, ребят. Ой, мы провели с Никитой такую классную романтическую ночь. Вы что, были вместе ночью? Да, гуляли под луной. Да, ты мне такой романтик. А вот мне не нужны никакие парни. Я буду гордой и независимой девушкой. Ой, Джейн, не придуривайся. Ренат мне всё о вас рассказал. Ренат, ты что, совсем кукухой поехала? Я же тебя просила. Оооо. А я считаю, что нам больше нечего скрывать наши отношения. Вот я и рассказал Илье. А Илья рассказал нам. Так что не парься, мы всё знаем. А я только что узнала. Стоп, а как же Кира? Все же её с Ренатом шиперили. А ты её здесь видишь? Нет, она просто прощёлкала своё счастье. Почти всего класс отношения, а я одна, как старая дева. Кстати, а кто-нибудь помнит, зачем мы тут собрались? Я вспомнил. Мне сегодня с утра пришло сообщение Дуревича, то что у нас будут уроки на свежем воздухе. И он нам сказал собраться здесь, на этом сквере. Дуревич! Ну и где этот Дуревич? Ку-ку, ёжики! Вальдемар Юрьевич, а может быть вы объясните, что значит эта фраза? Каналу Кулкиз уже 4 года. И каждое чудовище, которое появляется в наших сериях, говорит ку-ку, ёжики. Что это значит? Роман, ты знаешь, что это значит? Понятия не имею. Короче, класс! Ку-ку, ёжики – это необъяснимая фигня. Кстати, знакомьтесь, это ваш наученник Роман. Он из Авалона. А вы не обманули, Вальдемар Юрьевич. В этом классе и правда тёлочки зачётные. Как ты нас назвал? Тёлочки в хлеву, а мы – девушки. Девушки – это у Романа такой жаргон. Он долгие годы провёл в Авалоне, сражаясь с зомбаками синего Джоржа. Но на самом деле он станет вам хорошим другом. А ещё, тёлочки, я отличный тёмный мат. И умею заставлять людей делать так, как я захочу. Девочки, я только что прочитала его мысли. И они все пошлые. Особенно про Еву. Оу, у нас в команде есть тёмный мат, читающий мысли? Ну что ж, ты права. Вальдемар Юрьевич, можно я тогда продемонстрирую свою суперсилу? Ну, конечно. Давай посмотрим, на что ты способен. Вот это мощно! Ева, влепи пощёчину этому наглецу. Кстати, а почему у тебя залагала твоя суперспособность быть невидимкой? Хе-хе-хе-хе. Это от избытка чуйства. Девочки, вы не поверите, но мне так понравилось. Оу! Ну так что, будешь моей тёлочкой? Ну я подумаю. Вальдемар Юрьевич, зачем вы нас здесь собрали? Почему мы не в колледже? У нас что, сегодня будет экскурсия по скверу? Нет, класс. Сегодня мы здесь, потому что в нашем колледже очень опасно. Синий Жорж нашёл способ, как проникнуть в ваш мир. Поэтому мы здесь. А кто такой этот Синий Жорж? Я просто недавно в этом мире и не до конца всё понимаю. Оу! Это один из сильнейших тёмных магов. Он захватил почти весь мир Авалона. Превратил местных жителей в зомби и создал зону мёртвых. Мы живём в подземных городах и сражаемся с зомбаками. И именно поэтому мы хотим переселить всех тёмных магов в этот мир. И именно поэтому вы создали наш колледж? Чтобы мы стали тёмными магами и помогли вам? Умная девочка. Всё правильно. Если я вас правильно понимаю, этот Синий Жорж нашёл способ, как проникнуть в наш мир. И нашему колледжу грозит опасность. Вот именно. Но здесь нам ничего не угрожает. И мы сможем подготовиться к битве. Ку-ку, ёжики! Да как же они задолбали с этим? Ничего не пойму. Это же Синий из радужных друзей. Что он здесь делает? Подождите, подождите. Жёлтая корона. Синий чувак. Он мне кого-то напоминает. Я всё обо всех знаю. Зомби! Сядь их! Только не жрите раньше времени! О нет! Это Синий Жорж! Видимо в этом мире он может появляться в образе радужного друга. Какая ты умная девочка, Ева! Ты думаешь, я забыл, как ты украла у меня корону власти? Я пришёл отдать должок! Ты чё, его знаешь? Вроде да. Но я не помню точно. Класс! Я вам потом всё расскажу. А сейчас нам надо его грохнуть! О, Вальдемар! Я смотрю, ты тут против меня целую команду собрал. Ну здорово, восьмой Б! Восьмой Б? Он о чём? Какой восьмой ещё Б? А-ха-ха-ха! Так вы ещё и со стёртой памятью Уотер-Жака. А что же случилось с их предшественниками, девятым А? Ну я этого, того, я их сожрал почти всех. Какой ещё девятый А? О чём он говорит, Вальдемар Юрьевич? Я же вам сказал, я позже всё объясню. Вспоминайте, чему вас учили. Нам нужно уничтожить синего Жоржа. Наивные лошары, это я сейчас вас всех убью, и вы станете моими солдатами-зомби. Ой, у меня возникли срочные дела в Авалоне. Вы знаете, я, наверное, отлучусь на минутку, а вы тут не скучайте без меня. Я не могу поверить, он реально нас бросил. Я вас всех спасу! Я его убью своей суперспособностью! И с пепеляющим взглядом! Да, Арсений Спасинус, на тебя вся надежда. Я очень боюсь этого чувака. Ради тебя, Ксена, я готов сделать всё, что угодно. Так сделай! А сначала поцелуй меня. Ты офигел, нашёл время. А пока не поцелуешь, ничего делать не буду. Да поцелуйте его! А ты меня любишь? Слушайте, давайте быстрее, там у меня ещё куча дел. Мне надо всех в этом мире в зомби превратить. Ну так что, ты меня любишь? Да люблю, люблю, сильно люблю. А встречаться со мной будешь? Это никогда не закончится. Хочешь честно? Я тебя на самом деле люблю. Я просто выделывалась. Думаю о том, что все будут над нами смеяться, если мы начнём встречаться. За разницу бросьте. Мы не будем смеяться! Ксена, ты только что сделала меня самым счастливым парнем на свете. Ну всё, тебе капец синий! Хача! Хача! Хочешь продолжения? Срочно ставь лайк! Чем больше будет лайков, тем быстрее выйдет новая серия. Подпишись на наш канал, подпишись на наш телеграм. Все ссылки будут в описании. И... И увидимся в будущем! Субтитры сделал DimaTorzok